а здрасьте друзья всем привет улья золотой колос у нас продолжается как ни странно знаете еще хочу начать давайте-ка это самое 500 лайкусиков а слабо я знаю что нет просто не надо быть сосисками короче что у нас происходит как в прошлой серии я говорил вернемся мы когда будет конец посева но мы возвращаемся немножко раньше точнее не конец посева конец уборки и возвращаемся мы кстати под конец уборки как ни странно да что-то я затупил короче у нас идет конец уборки правда немножко пришлось постоять этим парням подождать пока вот это вот все дело созреет до конца за это время у нас засеялись все поля вот видите мтзшка уже ехала удобрял ее тоже пришлось установить потому что она в них уткнулась соответственно вот этот парень тоже пришлось его здесь остановить только вот лишь на десятом поле сейчас идет посев до сеется немножко медленнее чем все что идет перед посевом но это логично этому парню приходится ездить вон за семенами поэтому он немножко от них под отстал а те ребята вон умудрились догнать комбайн но сейчас вот созрело это все дело мы запустили комбайн я думаю что мы даже немножко подождем просто пока он тут все это убирается до трактора запустим также кстати у нас сейчас работает наш урал сельхозник он до сих пор здесь катается и возит обогащенный грунт кстати говоря насчет обогащенного грунта наверное с теплицами можно вопросы наши закрыть требуется удобрение моего вносим грунт меняем потому что он уже привез довольно много не все но привез 542 куба он привез и что-то какое-то здесь число такое не не нормально ну ладно короче у нас удобрения заканчиваются грунт есть с грунтом все хорошо на следующий посев нам хватит и здесь уже закончилось вот это вот дело поэтому можно знаете можно засеять баклажаны которые мы взяли на контракты отстегиваем ремни а кстати зачем их отстегивать хотя ладно отстегиваем ремни да все правильно и чтоб их носить по одному мы просто проедемся сейчас на нашем суперском урале и загрузим точнее не загрузим а выгрузим вот так вот все него проезжаем ups двери открылись черт вообще не в тему это все случилось так все поехали разгружаем разгружаем там два упала мы еще с ручками ручками их обратно поставим так берем его в ручке и не все во вторую тепличку также сейчас еще один берем в ручке и несем вторую тепличку короче говоря через 24 часа у нас здесь будет дохренище просто этих самых баклажанов и мы отвезем контракт и у нас еще дохрена останется это прям точно но я думаю что мы придумаем что с ними делать это не проблема что еще у нас происходит нас дохрена контрактов которые надо делать и здесь у нас комбайн работает ждем пока закончат потому что подсолнечник пока все это дело сеялось друзья я чтоб вас не мурыжить выставил вот сюда вот так вот поезд и почти вы весь загрузил единственное что не хватает здесь подсолнечника нам надо 51 после мне память не изменяет память мне сейчас не изменяет нам действительно нужен 51 куб а у нас по моему 38 было если мне опять таки память не изменяет да у нас 38 то есть надо чтобы 13 кубов он мне сюда еще привез я надеюсь что там будет столько потому что если не будет будет обидно упс вот это я сейчас очень зря сделал будет тяжело считать 51 высыпаем обратно контракт соответственно канулу мы сейчас отвозим подсолнечник мы сейчас отвозим белый рис мы пока что не отвозим еще 15 часов черт надо побыстрее с ним развлекаться ну ладно сейчас освободится man и будем развлекаться с рисом соответственно брус у нас поставка мы ее сейчас тоже отвезем баклажаны у нас на завтрашний день кукуруза у нас на завтрашний день и щипа поставка и это же отвезем вот такие вот дела у да так что в общем то ждем мана по которой привезет сюда подсолнечник а мы друзья тем временем заканчиваем уборку я тут уже взял прям управление в свои руки тут уже последние вот пупучка прям осталось сейчас мы ее быстренько добьем черт я слишком рано вызвал мана ладно ничего страшного сделано такой финт ушами высыпаем вот это вот все дело к нему сворачиваем соответственно и жатку и комбайн сам сворачиваем мана отправляем на разгрузку и сами едем на базу потому что комбайн отлично поработал отлично потрудился и достоин отдохнуть и не знаю отдых техники тоже нужен этот комбайн кстати у нас уже 18 часов отработал это это много да кстати надо же тех парней запустить будет ну ладно сейчас запустим им пока все равно некуда торопиться особо то знаете когда уже много полей начинает много техники работать начинаешь разрываться от одного к другому это тяжело за всем уследить а если еще 500 заводов будет то это вообще будет и и классно одновременно и с другой стороны действительно тяжело уследить за всем этим делом короче что мы делаем мы цепляем вот эту жатку замечательно я в прошлой серии обещал что я помою всю технику которые у нас сегодня трудится потому что хоть серия то еще не вышла я уже записываю эту ночью я кто-нибудь да напишет о том что техника была грязная же надеюсь то жатко залезет залезет прекрасно в короче все мойся сушись развлекайся у тебя все будет классно часто будешь чистым и прекрасным желтым таким ярко-желтым классный цвет кстати мне нравится был бы раньше было бы круче но имеем то что имеем отлично все это чистый как новенький можно даже тебя в ангар поставить почему бы и нет в следующий раз поедешь кукурузу убирать кукурузы у нас много вырастет открываемся ангар почти пустой но мы избавились от ненужной техники мы от всего ненужного избавляемся сейчас наводим так сказать порядки погнали мана перехвате он там сейчас высыпается уже для мана друзья у нас есть еще одна работенка как вы понимаете там у нас горит контракт еще по рису поэтому его нужно очистить и в общем-то маны поедет этим заниматься будет сейчас отвозить рис на приозерский элеватор на очистку он в общем-то это быстро довольно таки сделает поэтому пускай катается а мы давайте загрузим пока поезд поставим загружаться у нас теперь 69 кубов подсолнечника есть но нам надо всего лишь 51 ровненько доматываем до 51 вот так вот прекрасно мне нравится когда можно загрузить только столько сколько вот тебе надо и мы еще знаете сбегаем сейчас на поле потому что там у нас есть мтзшка такая вот прекрасная мы ее отправляем работать и она поехала я надеюсь четко поедет без приколюх нормально поехал все мне сейчас заудобряет здесь красавчик и соответственно фэнда мы с ответ тоже отправляем сразу же он у нас будет культивировать культиватором или дисковой бараной или чем там еще не важно короче эти ребята погнали готовить это поле он понесся ман красавчик что у нас там по посеву на десятом поле много ему осталось где наш трактор его здесь нет он видимо поехал за семенами нет он не поехал за семенами его просто не увидел на карте такое бывает ему в общем то тоже уже немного осталось переставим его потом на последнее поле и он справится он все будет прекрасно а мы же тогда погнали кататься на поезде паровозик чуть-чуть чуть-чуть о мурал возит грунт красавчик но это нам не интересно нам паровозики паровозик паровозик залазим в него куда на во первых все это дело вести по моему на же до станцию если мне не изменяет память баклажан нет ни баклажаны канала на же до станцию это прекрасно я люблю туда отвозить всякое сыпучие вы поняли и x еще активные контракты подсолнечник нам тоже надо отвести тоже на же до станции все в одно место как прекрасно еще интересно куда нам ввести брус а брус вести на же до станцию все просто супер но здесь максимум 264 куба мы это все не повезем он останется висеть пока не выгорит так как эта поставка они контракт можно в общем то все не вести классно круто согласитесь мы соответственно заказываем себе маршрутик чтобы нам там все сделали по четенькому с ферма на же до станции 4 путь и погнали чуть-чуть чуть-чуть путь и путь и путь соответственно выполняем еще и контракт на подсолнечник на каналу выполнили за подсолнечник около 110 тысяч получили за канал около 130 если я правильно все посчитал и здесь еще кстати я так понимаю стрелочка которая он впереди говорит о том что где-то здесь короче она была стрелка выгрузки я так понимаю что здесь у нас высыпается брус так да погнал высыпаться брус замечательно просто замечательно наконец-то мы от него избавились еще и 20 тысяч получили шикарно два с половиной миллиона у нас теперь есть еще куча контрактов которые принесут нам кучу бабла лепота соответственно как бы можно ехать домой ну ладно я уже не буду этим сейчас заниматься глушим наш паровозик и оставляем его пока здесь следующий раз там разберемся на ли смотреть что у нас происходит и чем мы еще можем по выполнять из контрактов во-первых давайте откроем меню этого самого леватора приозерского уже пошла переработка уже даже два куба сделала кстати насчет риса куда нам его надо будет возить активные контракты белый рис в универмаг надо будет все равно на поезде вести его на склад наверное когда он очистится а потом суп с котом вот так вот короче пускай очищается будем решать проблему по мере их поступления у нас мтз к тем временем кстати закончила работу и насколько я понимаю мешает она развернуться на последние проходки нашему фэнту не вопрос мы ее сейчас отсюда уберем это не проблема да кстати за пределами поля он прекрасно разворачивается причем за пределами всех полей которые у нас есть так что да он стал работать быстро я говорю о фэнте у нас классный мэн ты зашку соответственно тоже тогда отгоняем отсюда во своя си точнее на базу почему я так сказал я не знаю да зашка ваще не едет по пересеченке у нее просто нет шансов это не трактор вездеход это чисто по асфальту кататься 40 километров в час ему очень тяжело по грунту по траве кататься он вальтере нормально и ей вообще пофигу это швальтера тоже мне сравнили вот еще мы заезжаем короче на базу им то зашку мы сейчас тоже помоем потому что я говорил что мы помоем всю технику когда она закончит работать мтз к работать закончила соответственно мою моим ведь как логично у меня все ведь это же действительно логично давай мойся со все силы и заодно хотя может быть хотя вообще я думаю что вода протекает как нихера в эту конструкцию очень я сомневаюсь в герметичности сего трактора в общем-то он чистый и это тоже хорошо моего тоже можем припарковать припарковать прямо в наш гараж наш гараж да вот так как мы станем здесь во и не будем никому мешать соответственно сможет отсюда выехать все будет прекрасно соответственно ребята у нас все работают и когда что-нибудь произойдет интересное мы с вами опять встретимся но кроме того что нас сейчас время 1234 можете загадать желание и она все равно не сбывается потому что желание не сбываются вся эта херня загадыванием желаний это все херня жаль кстати говоря друзья о щепе у нас есть немножко щепы и мы взяли поставку чтобы от нее тоже избавиться ее нужно отвезти на ж.д. станцию но на поезде это сделать не получится потому что у нас нет подходящего вагона всего у нас есть 51 куб и он замечательно залезет в этот самый наш прекрасный ман ну и сейчас мы ручками уже тогда отвезем с помощью мана покатаемся сами тем временем кстати говоря справа окошко видите сколько у нас очистила зерна за все это время я тут успел пойти сварить себе пельмешек и их покушать и в общем то тут осталось еще немножко досеять самую малость я думаю он быстро справиться он там ездил пополняться недавно поэтому в общем то времени прошло немало так ман давай так заведись все погнали на ж.д. станцию сейчас мы по-быстрому туда доедем и там продадим щепу правда нам толком за нее ничего не заплатят но знаете ли хочется чтобы склады были пустые потому что щепа нам на хрен не нужно насколько я понимаю щепу нужно выгружать именно туда куда мы выгружали брус то бишь здесь сейчас мы это собственно проверим под первым нет здесь выгружать брус склад не принимает товар я понимаю что пучина в элеватор сыпать это ну такое себе а где выгружать щепу загружать стройматериалы загружать брус выгружать древесину здесь овощи щепу наверное сюда до сыпучие то что можно ж.д. но не элеватор для зерна логично потому что зерном высыпать но такое себе сами понимаете здесь у нас еще какая-то стрелочка здесь наверно овощи и всякое такое да выгружать лук картофель картофель сахарную свеклу давайте попробуем туда заехать я думаю что оно должно здесь сработать нет как это так интересно вот здесь щепа все надо было просто побегать почитать а не думать овощ никакого овощи все логично все написано нужно просто смотреть и читать все вот она выгружается и нам посыпались денежки который будет прям совсем немного но они будут и это прекрасно 6660 дьявольское число знаете ли со щепы у нас получилось но ничего страшного короче погнали парковать это все дело домой два друзья а пока мы короче катались отвозили щепу у нас трактор завершил работу и мы соответственно поступаем точно также как и со стальной техникой едем выгружаем все обратно на склады моем этот трактор и ставим его в ангар ко всей остальной техники которые там уже стоит чистенькая и красивенькая вот так вот классно да нас даже немножко семян кукурузы осталось это тоже замечательно хотя их принципе ни на одно поле больше не хватит куплено было как-то ровненько столько сколько нужно было не может удобрение не вид ладно уже пофигу я кстати друзья пока мы там ждали вот этот вот весь посев и я перегнал поезд на приозерский элеватор здесь он стоит и и ждет загрузку белого риса так что вот такой вот я молодец вы говорите что я плохой как вам не стыдно то так удобрение высыпали семена высыпаем сеялка останется пустой зачем хранить ее с чем-то внутри вот и я думаю что не надо погнали теперь ее мыть вместе с трактором точнее трактор вместе с сейлкой вот так вот все это у нас оперативно и классно происходит вот давай-ка мойся но вот пошел красавчик мне это нравится знаете ли мойка классная вот эта мойка мне нравится намного больше чем та которая на свапе была потому что она быстро как керхером все моет а не ждать вот эти вот пять часов хотя там тоже анимации все делают прикольно конечно но то что надо 500 часов ждать это не прикольно во вся наша техника стоит в ангаре вся чистенькая все красивенько я даже я даже мана помыл кстати второй раз так что не надо мне тут рассказывать про то что я технику не мою нас тут еще грязный плуг остался и сеялка обычно ну да и хрен с ним короче говоря друзья мы сейчас ждем пока у нас переработается рис идем пока купаться в речку до соответственно друзья смотрите чем мы имеем у нас рис почти переработался прошло правда три часа даже больше прежде чем он весь переработался и что мы в итоге имеем мы имеем контракт на белый рис давайте его повесим вот сюда у нас имеется переработанного почти 130 кубов давай быстрее 129 852 и еще у нас есть склад склад нет не склад у нас есть завод завод тепличный комплекс называется кстати уже созревание баклажанов идет вовсю есть он грунта много это неважно у нас здесь есть 41 куб риса и того у нас его 170 кубов и 758 литров и у нас есть контракт на 169 кубов можно было в принципе посчитать и лишний куб брать но я знаете ли засал засал право флисик контракт поэтому взял на один куб меньше собственно вы помните это было в прошлой серии по моему соответственно так как у нас все переработало и зачем мне это меню вот это можно закрыть а вот это можно повесить вот сюда так как контракт у нас универмаг то наш урал это единственное транспортное средство которое может его туда отвезти поездом никак поэтому нанимаем валерона и отправляем его работать правда в первую ходку черта что нельзя рис возить этим уралом вот это здрасте приехали так знать бы еще как выглядит иконка риса то черт кажется что нет это песок гравий вот это ребята конечно по пандос вот рис нашел соответственно надо найти прицеп который вывозит и это например тонар черт я не хочу его покупать вообще друзья не круто получилось вот прям от слова совсем ладно мы тогда едем за тонаром тонар друзья я не покупал я его взял в аренду потому что по сути дела нам нужен один раз а если понадобится тогда следующий раз купим что-то и сейчас очень хочется экономить деньги несмотря на такую довольно таки солидную сумму у нас на балансе в вот теперь и рис можно кстати вообще можно было бы взять тонара чтобы возить им и все остальное ну да ладно короче говоря друзья мы с вами загружаем сюда 19 литров тогда потому что у него вместимость 50 и первая ходочка да я даже секундочку угадал красавчики загружаем все это дело такое мы не видим его да но поверим на слово и разумеется друзья отправляем валерона кататься пускай катается а сами друзья переходим к поезду соответственно загружаем этот самый белый рис вагон и потому что повезем его сейчас на наши теплицы поезд мы кстати заводим пока она тут все грузится по и знаете ли не сразу заводится ему надо немножко раскачегариться но ничего ничего страшного загружаем первый вагончик переключаем камеру кстати сразу же на второй потому что второй вагон тоже надо будет загружать черт я случайно нажал на кнопочку и сейчас прекратилась загрузка как же штактов вообще все происходит сегодня все не по плану ладно не все но много чего хотя может быть даже и немного чего все нормально чуть они не наводите панику паниковать это плохая идея подумайте с прицепом не повезло всякое бывает я знаете ли не всезнайка и пока не попробуешь ты ни о чем не узнаешь поэтому да надо просто пробовать так вот это вот дело мы тоже загружаем и пока она грузится заказываем себе маршрут из с элеватора в порт это будет длиннющий маршрут нам на него дается куча времени и мы переключаемся на последний вагончик она завершилась загрузка мы берем вот такую вот камеру не знаю почему но она мне нравится и в общем то чуть-чуть погнали все это дело выгружать в порт аманта друзья тем временем успел вернуться успел вернуться и уже ждет пока мы привезем рис то что есть он загрузил но ему не хватает до полной загрузки а он знает что ехать порожняком это плохая идея поэтому моему сейчас тут высыпем это не проблема главное сейчас ровненько стать как-то вот так вот наверное вот тяку демсты здесь не принимают такой товар как белый рис а с каких и топор простите раньше принимала или я просто промазал и пытался выгрузить в этот самый в хранилище удобрений да тут и напугала меня эта штука на самом деле так погружаем один вагон и соответственно погнали выгружать второй вагон тем временем man у нас забился красавчик такой черт в какую выгружать вообще выгружать товар но я ж попал чего началось то или не попал попал же нет и попал другую сторону здесь прямо да да кривовато триггера но ничего страшного соответственно глушим поезд и оставляем его ночевать здесь потому что следующий раз он нам понадобится чтобы отвезти баклажаны а баклажаны нам придется везти он туда вот и стой он туда он в порт то есть ехать тут недалеко грузовиком это получается делать большого круга ля а здесь знаете ли проехал и все так что баклажаны мы отвезем вообще прям по быстрому это будет уже встречи серии рано утром и заработаем кучу бабла но мы сейчас соответственно ждем пока пока man приедет и выгрузит в универмаг эти самые белый рис понимаю он сюда катается да ему здесь вот следы остались кстати не так вообще он быстро ездит да я там где-то в какой-то момент видел у него даже 84 километра в час он скорее всего чуть-чуть да он через заправку проезжает на всякий случай чтобы если вдруг топляк закончится он мог заправиться юг макарек дружище кто тебе права купил гонщик нашелся мне ладно ничего страшного главное что он доехал и выжил ну да знаете ли груз тяжелый этого мне хухры-мухры 50 кубов рис это рис рис тяжелый да смотрите какие глазки на тонаре очень даже симпатичная кстати я вам скажу как по мне такой колхоз колхозом но нам пойдет я думаю никто не расстроится если увидеть такое в нашей этой деревне не понимаю такой почему сначала ей туда разворачиваться хотя какая разница так научили просто валерона просто так научили все приехал он на выгрузку мне интересно просто сколько денег будет с этого самого с одного прицепа хотя можно посчитать 35000 должно получиться точнее 350 нет 35 все правильно на 36 ладно сейчас мы посмотрим прав я или не прав до 36 я оказался прав несмотря на то что уже 12 ночи голова у меня еще пока что работает короче говоря друзьям ждем пока он все это дело привезет друзья короче решил ручками это все повозить чем ждать валерона быстрее будет ручками короче выгружаем и последний прицеп и у нас выполнен еще один контракт контракт на рис но практически выполнен осталось вот совсем маленькая пупучка и хоп не очень много мы денег с ним заработали чуть больше ста тысяч как-то рис не самая рентабельная штука которую можно было придумать но если из него наверное лепить какие-нибудь пельмешки из риса лепить пельмешки это я не то сказал но добавлять в общем-то рис пельмешки или тефтели где он там используется хрен его знает то может быть это было бы выгодно итогов у нас из контрактов осталось висеть баклажаны и кукуруза соответственно в следующей серии мы друзья с вами так все заведем мотор точнее заглушен до много оговорочек пошло знаете ли кукурузка уже кстати вон ведь поднялась на десятом поле на восьмом тоже уже поднялась нормально так 6 7 уже тоже в общем то все прекрасно 4 5 на вообще уже аж подросла соответственно баклажаны у нас тоже зреют баклажаны надо будет отвезти с помощью нашего поезда отвезти их он туда недалеко поэтому все круто но и опять-таки следующий раз скорее всего будет у нас одна классная покупка я по крайней мере очень на это надеюсь ну и следующие контракты мы уже тоже следующий раз все это сделаем давненько мы не за не завершали серии вот в пол шестого вечера но вот такой вот день был сегодня интересный длинный событий много я постарался это уместить все конечно в не очень много но надеюсь что это серия вам понравилось и если так то давайте-ка влепим лайкусик а если вы впервые на канале то подписывайтесь потому что скоро эта карта на 19 ферме еще много разных проектов у нас идет или будет идти короче говоря да я с вами на этом прощаюсь всем огромнейшее спасибо за просмотр с вами был никита делой и всем всего доброго пока пока